Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Сегодня в нашей программе очень интересный гость. Наверное, мало сказать очень интересный, это живая легенда. Я хочу его представить. Это Иннок Киприан. В миру это Валерий Анатольевич Бурков, герой Советского Союза. С ним вместе сегодня пришли Соколов Андрей Николаевич, руководитель общественного совета УФСИН по Тверской области. Бакунин Владимир Юрьевич, заместитель председателя Российского клуба православных меценатов. Здравствуйте. И Лукьянчик Александр Валерьевич, руководитель Тверского областного отделения Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Друзья, сегодня у нас с вами редкая возможность, во-первых, встретиться с таким уникальным человеком. А самое важное, послушать из первых уст о той героической жизни, о которой, конечно же, как человеку скромному отцу Киприану будет непросто говорить, но мы попросим его поведать. Краткая историческая справка. В 1974 году в Челябинской области закончил школу выпускник Валерий Бурков. В этом же году он поступил в Челябинское высшее военно-авиационное краснознаменное училище штурманов, которое успешно закончил в 1978 году. Здесь мы видим некую военную династию, потому что отец Валерия Анатольевича, боевой полковник, к сожалению, жизнь его оборвалась намного раньше, чем это могло бы быть естественным путем. Он героически погиб в Афганистане. Ну, а наш герой стал штурманом дальней авиации. Он сопровождал по поручению командования американские военно-носцы. Летал на ракетоносце Ту-16 легендарном. То есть, очень важную миссию исполнял. Но в период, когда действительно много таких отчаянных, патриотически настроенных советских парней рвались выполнять свой патриотический интернациональный долг в Афганистане, случилась беда и тяжелая болезнь все-таки заставила к ней прислушаться, потому что был выведен из летного состава по состоянию здоровья офицер, но он не сломался. Он продолжил дальше идти намеченным путем. В 1982 году трагическая гибель отца в Афганистане, ну а в 1984 уже офицер советской армии в подразделении мотострелковом на ответственной должности авиационного наводчика. С января 1984 года приступает к исполнению своих нелегких обязанностей воина в республике Афганистан. Буквально несколько месяцев тяжелейшее ранение подорвался на мине и в результате лишился двух ног. Тяжелейшая травма руки. Прекрасный военный хирург смог сохранить руку. Ну а дальше, наверное, все-таки дальше начинаются чудеса. Во-первых, сама та история, которая когда-то была описана нашим с вами земляком, полевым, об героическом летчике Алексея Моресьеве, она повторилась вновь. И человек, лишенный ног, вновь встал. И не просто встал, а продолжил служить Родине в вооруженных силах. Был направлен в военную академию имени Гагарина, которую успешно закончил. Далее, более интересный поворот судьбы. Наш герой становится советником президента Российской Федерации. С 1991 по 1993 год. Далее, Академия Генерального Штаба. Политическая карьера в качестве депутата. А потом, потом, с поля зрения пропадает Валерий Бурков. И в 16-м году он принимает монашество и обретает имя Инок Куприан. Вот вкратце такая история, которую можно прочитать из общедоступных источников. Но это достаточно сухая информация. Но хочу сказать, что перед нами сидит сегодня, друзья мои, действительно живая легенда. Живая легенда, которая сегодня у нас в Твери. И уже начиная со вчерашнего дня были встречи в Суворовском училище, в УФСИН. Запланированы дальнейшие еще посещения воинских частей. И, конечно же, боевой дух всегда в рамках старых добрых учебников по военной психологии можно было укреплять лишь личным примером. Это самый эффективный способ. Я хотел бы все-таки после такой небольшой преамбулы обратиться к вам, отецкий преамбул. Вот в одном человеке столько всего сочетается. Скажите, когда случилось вот это страшное, подрыв на мине, что дало вам силы, и вы вновь встали? Ну, прежде всего, вы знаете, это, конечно, пример нашего прославленного летчика, героя Советского Союза Алексея Моресьева. В детстве, конечно, я читал много книг о героях, как «Кожеду», «Покрышки». Ну, это все любимые герои Алексея Моресьева. И вот, вы знаете, когда я утром очнулся после ранения, уже операцию надо мной проверили, и очнулся, смотрю, рука в гипсе, под простынкой белой лежу, рукой левой отбрасываю простынку эту, ну, вижу остатки ног загипсованы тоже, вы знаете, это, как говорится, такой пиковый момент, потому что может произойти разное в голове человека, да? С одной стороны, может, все, без ног, больше не летать, больше не служить, как дальше жить, и много таких вопросов, которые могут просто загнать в тупик, в унынии и, в общем, в депрессию, как говорят. Но вот, благодаря тому, что когда-то я читал эти книги, благодаря тому, что я смотрел фильм о Алексея Моресьева, вы знаете, вот в тот момент, как раз, когда я смотрел на вот эти остатки ног, вот у меня, знаете, как икона передо мной явился вот образ Алексея Моресьева, вот как живого, да? И я так вот на него смотрю, и во мне такая идет череда мыслий. Он советский человек, я советский человек, он летчик, я летчик, он остался без ног, я остался без ног, но он же вернулся в боевое стол и бил фашистов на протезах. А почему я должен быть хуже? Чем я хуже? Я тоже советский человек и летчик. Иначе я смогу, я так левой рукой махнул на свои ноги, и сказал, а ерунда, новые ноги сделают. И все, вот с той минуты у меня больше никогда не, даже тени, сомнений не возникало, что я смогу вернуться в боевую строй, смогу летать, продолжать прыгать с парашютом, это было любимое дело такое. Вы отмели любое уныние и любую депрессию? Оно просто от меня отошло мгновенно и больше никогда меня даже не посещало. Образ, вот такой пример. Именно... Моресева стал для вас путеводной звездой. Пример и вера в то, что раз он смог, значит, и мне это опасило. И я не должен быть хуже того, кто был для меня всегда примером. А сейчас реклама, не переключайтесь. Мы снова в студии, и так, все-таки, тогда вернемся отец Киприн. Как же было дальше? Ну, а дальше, вот это не было больше тени сомнений. Я просто дальше делал все, что мог для того, чтобы остаться в вооруженных силах. И вы знаете, могу сказать так, что когда я лежал еще в госпитале, вот в Питерском окружном военном госпитале, и слышал как-то опять по радио пояс о настоящем человеке. И вы знаете, я очень взвился. Я думаю, что эти журналисты расписали всякое там, вот, страдание и так далее. Вот, все это не так, неправда. Но я ведь тогда еще не сам не вставал на ноги из-за руки, из-за последствий, которые у меня были связаны с рукой. Так называемый козологический синдром, это когда ты горишь изнутри. Вот все равно, что ты сунул, например, руку в костер, да? Только это от костера внутри начинается с пальчиков по всему телу, и, в общем, пожар. Вот, это и не позволяло мне встать, прикоснуться даже к самому себе, и вообще, ну, теплое что-то, солнце даже. Так вот, а вот когда я стал становиться на протез, и стал учиться ходить, я понял, что журналисты слишком мало написали. Это гораздо все сложнее, чем показано в фильме. Вот, и самая главная проблема – это вот действительно победа над собой, потому что я себя считал тогда вот таким, ну, волевым парнем, значит, и что все смогу, да, но когда вот я начал ходить, а в начале даже 30 минут невозможно было просидеть на протезах, все передали, кровообращение нарушалось, все начинало болеть, вот. И вот две... Очень непросто привыкнуть, это же инородное тело, которое все-таки приходится, с которым жить дальше. А потом еще были протесты, там, ну, времен, как говорится, Первой мировой войны деревянной, еще тогда не было таких хороших протестов, как, например, сейчас. Но... Видео, вас сегодня, можно сказать, что вам впору и строевой шаг, потому что вы уверенно передвигаетесь, очень статный, уверенно держащийся человек. Ну, мне почему и оставили, наверное, в армию, потому что я, друзья, принял решение, что пока я не выброшу палочку из рук, я не появлюсь в штабе. Вот. И действительно, когда я приехал в штаб на собеседование об оставлении вооруженных сил, я зашел с тревым шагом, вот, доложился, майор Бурков прибыл на собеседование, сидит полковник, за столом кучу бумаг, он так посмотрел на меня, говорит, ну, присаживайся, сейчас я освобожусь. А я стою. Вот, что ты стоишь-то? Давай присаживайся, а то в ногах правды нет, а я возьми его и бряхни, как в фильме, у меня были семейства, а у меня и нет ног. Он так раз и перегруза поднимает. Как ноги? Как твоя фамилия? Я говорю, Бурков, а, так это ты. Слушай, ты так зашел, да вообще не подумаешь. А пощупать можно твои протезы? Да пощупать. Выше за столом. Пощупать, ну, не даешь. И далее пошел по кабинетам меня водить. Вот открывай дверь, говорит, о, новый Моресев у нас, надо оставить его в армию, чтобы служил примером. И мне даже не пришлось никого уговаривать, вот, чтобы меня оставили, меня захотели оставить, вот именно для того, чтобы был... Живой пример. Живой пример. И, конечно, это возлагает огромную ответственность на меня. Потому что это символ, действительно. Ну, и слава Богу, потому что потом мой пример помог двум нашим. Вот я хотел бы вас попросить рассказать о этой истории в Чечне, которая случилась с воинами, находившимися в депрессии, потому что действительно ампутация конечностей, это серьезнейшая трагедия. И они были на грани срыва, и фактически вы их спасли от самоубийства. Как это было с историей? Ну, не я спас от самоубийства, а все-таки это пример того же Марей Стива, и мой живой просто уже пример, как говорится, с ольцом к лицу. Ну, это хирург, который меня перерел в Афганистане, который сохранил мне жизнь, потому что я трижды был в клинической смерти, на тот свет уходил. Вот. И это вообще хирург, золотые руки. Про него говорили, это Владимир Кузьмич Николенко. Что если Кузьмич, его так всегда звали, скажет, надо отрезать голову и вновь ее пришить, лягу я под нож. Это действительно человек великолепный, и золотые руки, как у хирурга. Вот он мне позвонил, сказал, что говорит, у меня ребята из Чечни, два офицера на грани с самоубийством. Ну, один особенно из них был. Вот. А нужен твой пример, давай приезжай. Ну, положил меня там в госпиталь, рядом с ним в соседней палате. Никто не видел, как я прибыл, я прибыл ночью, специально, чтобы не видели, что я там хожу. А с утра все остальные меня видели на коляске, безногим, ну, таким же, как и они. Ну, я с ними задружил, познакомился. А потом, когда понял уже, что ребята готовы, так, принять другую информацию, я одел форму. Вот, как говорится, во всем параде со звездой героя зашел, чуть ли не строгаем шагом к ним в палату. Это надо было видеть их глаза. Они не поняли, кто к ним пришел, это я или не я. А потом, а я им сказал, говорю, ребят, я иду сейчас в магазин, там кому что купить. Ну, это мне было запланировано, там, бутылочку коньяка на прощание, как говорится. Мы выпили, еще поговорили, а потом через год я увидел, когда этот парень, который был на грани самоубийства, прыгал с парашютом, и когда журналист его спросил, вот как вы к этому пришли-то, он сказал, вот год назад был у нас такой герой Советского Союза, Валерий Бурков, он меня так заразил этим примером, что мне захотелось жить и прыгать с парашютом, как его. Вот я тогда увидел, вот это, в телевизоре, знаете, чуть не заплакал. Ну, не потому, что это очень важно, да, я вот для себя тогда осознал, что ради хотя бы вот этих двух ребят стоило потерять ноги, чтобы вот уберечь, как говорится, от такого. Дорогой ценой, конечно, для вас обошлась такая помощь для этих ребят. Да нет, это счастье, что это произошло так, я наоборот очень рад, что это произошло. Так же, как Алексей Милисев помог мне в дальнейшем моей жизни, вот, преодолеть вот эти последствия ранее, ну, так же, слава Богу, и мой пример уже вот этим ребятам. Слава Богу. Ну, вот сегодня вы в Твери. Еще раз напомню, что наш земляк, Борис Полевой, как раз сделал такой общедоступной историей, сам стал известным, да, благодаря тому, что рассказал судьбу героя советского летчика Алексея Морисина. Вот сегодня я знаю, что вы были в УФСИН, как вот может быть нам Андрей расскажет, как сегодня проходила встреча, и действительно, я думаю, что равнодушных на этой встрече быть не могло по определению. Мы специально просили отца Киприяна приехать к нам для того, чтобы рассказать нашим землякам, нашим друзьям про этого замечательного человека. сегодня многие хнычут, капризничают, как все тяжело, значит, как все в России плохо, вот, и когда я когда-то давно увидел в интернете фотографию отца Киприяна, где он стоит, значит, около батареи, на коленочках, значит, ну вот, на том, что осталось, это вот ножик, да, рядышком стоят протезы, вот, ну, стыдно говорить, что у нас что-то там плохо, ну, хныкать на жизнь, на самом деле, это совершенно неправильно, и все в сравнении познается. Я еще помню, вот, когда-то я был секретарем ВКСМ завода электроаппаратуры, и когда в 90-х годах все это кончилось, вот та, в нашем представлении счастливая жизнь, началось такое, что в армия картошку копала, и мы ели пустой суп, и в очередях стояли за сарканным песком, с талончиками, я это все прекрасно помню, как моя семья переехала из Бежицка, и все деньги, которые мы снимали квартиру, отдавали за квартиру, и поэтому было немножко тяжело, поэтому мы с отцом Киприаном мгновенно подружились, потому что тоже знаем, как это трудно, и в Уфсине сегодня отец Киприан рассказал про себя, я видел глаза наших ребят, ребят из спецназа, которые тоже... Суровые, как говорится. Суровые, здоровые, крепкие, красивые парни, а, к сожалению, когда вот отец Киприан спросил, кто верующий, кто верит в Бога, ну, небольшая часть поднял руки, да, отец? И отец на самом деле показал, что без Бога-то на самом деле, наверное, тяжело двигаться, да в любом, а тем более в спецподразделениях. И сегодняшний разговор с сотрудниками Уфсина, он заставил задумываться, задуматься каждого, каждого человека, кто присутствовал в зале, включая женщин, руководство, значит, все, кто присутствовал, все задумались. Отец поднимает такие вопросы, которые вот у него внутри дали вот этот толчок для того, чтобы не наложить руки на себя, чтобы не начать хныкать. И отец с улыбкой рассказывает вот эти трудные, как он подзорвался на мине, как он болел туберкулезом до этого. Для других это все конец жизни. А для отца это начало жизни. И после того, это начало жизни, и к чему он пришел. То есть судьба давала немало испытаний, но все они... И он улыбается, он с улыбкой это все рассказывает. Он смеется над теми проблемами, которые на самом деле для кого-то были бы трагедией. Отец Кипрян, скажите, а вот ваши ощущения от аудитории, с которой вы сегодня встречались? Я знаю, что вчера вы все-таки провели тоже такую очень интересную встречу в нашем Суворовском училище. Я думаю, Владимир нам еще тоже об этом сможет рассказать. А вот ваши ощущения от того, как все-таки вы видите обратную связь с аудиторией? Вы знаете, я знаю одно. Вот то, что я рассказываю, оно хорошо воспринимается. И когда ты говоришь это с любовью, искренне, желая людям, как говорится, добра, счастья, делишься своим вот этим опытом, который ты сам прошел. Да, в школе все-таки жизни разные у меня. Да, и бизнес был еще, как говорится, был богатым человеком, миллионером. Вот. Но видно одно, что люди нуждаются в той информации, которую я даю. Потому что в нас, в каждого человека, богом, вложен нравственный закон, потребность любить. А нас с детства, мы можем быть счастливы только в любви. Когда ты об этом говоришь простым языком, от чистого сердца, люди видят это, и поэтому возникает вот эта тесная связь между мной и аудиторией. По крайней мере, я могу сказать, что ни разу еще не было того, чтобы не получилось контакта вот такого теплого, душевного разговора. Вот сегодня мы говорим о том, что возникает некоторый разрыв в поколениях, интересы, там, уровень, подготовка. Вот вы встречались с молодыми ребятами, ну, фактически еще там много, практически еще даже детей там, начиная с пятого класса, учатся ребята, да? Вот как вы эту аудиторию охарактеризовали бы. Я думаю, что, наверное, все-таки не бывает плохих детей, плохих ребят. Наверное, что-то получается, мы вокруг не так совсем, не совсем правильно делаем, когда получаем отрицательный эффект. А если ребят вот воодушевить, вооружить их вот таким примером, я думаю, да они горы с вами. Я абсолютно с вами согласен. Вот я был в Орловской области и тоже посетил колонии. Именно были встречи только с заключенными. Ну, естественно, там с офицерским составом тоже были встречи. Но вы знаете, потом, что мне прислали прямо написанные вот отзывы о встречах, сами заключенные, ну, это дорогого стоит. И это говорит о том, что неважно, человек осужденный, совершивший преступление, или он добропорядочный гражданин, важно, если ты с ним разговариваешь на понятном и музыке, и от чистого сердца, то это всегда приводит к положительным результатам для... Причем обоих сторон. Для меня я тоже насыщаюсь, я обретаю на этих встречах. То есть это такой обоюдный процесс? Конечно, обоюдный. Это не мои какие-то лекции. Суды духовного обогащения. Да, это просто разговор по душам. Это просто разговор по душам. Вот я заключенный говорит, ну, вот мужики, вы вот попались. Там, кстати, и женщины были тоже с женщинами. Вот. Значит, вот. И главный разговор был на тему выбора. На войне ведь тоже всегда выбор, да? Как с противником поступить, расстрелять его там, или есть возможность сохранить ему жизнь, да? Вот. И у них есть выбор. Выйдя из заключения, можно опять вернуться. А можно никогда больше к этому вернуться. И выбор за тобой. Вот я делился историями из Афганистана, когда вот этот выбор ты обязан сделать. А там на войне выбор постоянный. Вот. И вот эти вот отклики, которые мне потом выписывали, вот. Я думал, что мне не получится вот этого разговора, что я для них слишком чужой, да? А получилось прям все наоборот. И это зависит от нас, от взрослых людей, от тех, кто встречается. Значит, есть такой запрос, душевный, духовный запрос. Потому что, как, наверное, губка впитывает добро, душа каждого человека, так ведь? Потому что душа создана Богом, и она в этом нуждается. Просто мы, взрослые, не даем часто этого, то, что ребенок нуждается. Да и взрослые. Володь, как охарактеризовали по встрече в Суворовском училище? Вы знаете, вот как раз хотелось бы вас дополнить, Сергея и отца Киприана. Как раз не то, что запрос есть, а есть потребность в этом, в духовном общении. Потому что вчера мальчишки просто батюшку не отпускали. Просто не отпускали. Подходили с вопросами после встречи. То есть мы еще где-то минут на 40, почти на час задержались. То есть прям, ну, чуть ли не очередь выстроилась, сказали, там, телефонами обменивались. То есть, а можно вам позвонить, если у меня будут какие-то вопросы? То есть, хотелось бы, конечно, попросить и руководство наших образовательных учреждений, да, там, и областную администрацию, руководство, значит, отдела образования, да, чтобы пускали священников к детям. То есть это просто, это настолько необходимо. И необходимость, она уже назрела, в принципе, уже. Вчера мы это явно увидели. Мы говорим, вчера это, ну, просто настолько это было очевидно, когда вот, вот. Конечно, я понимаю, там, некоторые родители, вот мы там атеисты, мы там другой конфессии, да, мы, там, вот, не надо, мы не хотим, чтобы наши дети ходили. Разве добро, честь и долг, оно принадлежит какой-то конфессии? Я вот как раз про это совершенно верно, да, Сергей, вы говорите, да. То есть, как раз... Слово для всех. Да. Как раз батюшка-то это, и не только вот отец Киприан, но вообще все отцы, да, они-то доносят, что вот что такое любовь, что такое, да, что такое честь, что такое долг родине, что такое, да, патриотизм. Тут... Совесть, счастье. Да, счастье, да, счастье. Вот это вот все вот, все вот настолько раскладывают, доносят до детей. Жить и радоваться, ценить каждый день. Совершенно верно. Помогать ближним. А вы не представляете... Все-таки такой живой пример, он не может никого оставлять равнодушным. А вы не представляете, как в этом нуждаются дети? Они же действительно, они как вот младенцы, они еще вот, они еще вот пока вот жизни учатся, да, и когда одно дело с телевизора, там, скажем, с каких-то определенных каналов, да, там негатив идет, да, а другое дело, когда живое общение вот с батюшкой, да, там, и вот они просто вот смотрят, и вот в глазах читается... что вы прошли огни, воды и медные трубы. Ну, в принципе, они такие. Эти медные трубы были. Они еще продолжаются. И высокие статусы, советник президента, там, я не знаю, это же потом депутат, там это очень серьезно, бизнесмен, миллионер, там много всего. И это не испортило, не подорвало, а сохранило. У вас вот тот главный стержень, который вы проносите через всю жизнь, который подарили вам родители, который вы укрепили за счет веры, и который дает вам силы. Ну да. Про убийц круга недавно мы показывали. Когда-то Лом сказал, что нужно стрельнуть в ногу, там, Михаилу Кругу. И что можно кого-то убивать. А батюшка вчера говорил детям, как попали вот эти мальчишки, вот эта банда волков, а когда-то они были детьми. И вот эти вот Саша Агеев, да, они росли, у него не было отца, и вместо отца ему был как вот этот, значит, лом, да, который ему сказал, что нужно делать так. А дефицит внимания детям приводит к тому, что дети делают, неправильные поступки. Вчера отец... Ну, в общем, мы как раз и говорили, что, наверное, зависит многое от нас, что не тем путем пошли кто-то из ребят. Да, мы должны понимать, куда мы идем, и куда мы ведем наших детей. И ради чего мы живем. Ради чего мы живем. Если можно, еще я буквально несколько секунд, я хотел бы обратиться к руководителям области и к руководителям отдела образования в области, министерства, да, министерства, да, образования, не бойтесь пускать священников к детям. Кроме хорошего, ничего, кроме хорошего, здесь вот дети ничего не увидят. Я бы добавил, священник, если приходит побеседовать с летом, он не приходит проповедовать свое вероисповедание, он просто разговаривает о жизни. Жизнь по-разному можно научить, что хорошо, что плохо. Можно простым языком это говорить, не упоминая даже. Потом очень много вопросов, на которые ребятам сложно найти ответы. Иногда они стесняются что-то спросить у родителей, иногда они в полном недоумении, оказавшись в той или иной жизненной ситуации. Им просто нужна навигация, им просто нужен собеседник, которому они бы поверили и который подсказал бы им, может быть, обладая еще и вот целым набором таких достоинств и качеств, наверное, просто нельзя быть неуслышанным. Что хотелось бы сказать, являясь руководителем общества русского исторического просвещения, нашей задачей является не только исторической справедливости, а еще и патриотического воспитания молодежи. Это очень важный сегмент и политического курса страны, и дальнейшего развития нашего государства, потому что наша молодежь, это наше завтра, это наше будущее. Так вот здесь на примере жизни и жизнеописания и судьбы отца Киприана есть очень важный момент. Это не роман, написанный пером фантаста, а это жизнь реального человека, который прошел и через все испытания показал пример несгибаемой воли любви и служению к Отечеству патриотизма и силы духа. И его жизнь на примере общения вот с подрастающим поколением это настоящий урок мужества. Мужество человека, который реальный непосредственно участник этих событий. Вот мы застали еще наших дедушек, которые были участниками Великой Отечественной войны, а сейчас их практически нет. Мы могли пообщаться с живыми носителями той информации, которая доводилась до нас. Сейчас, к сожалению, в рамках развивающегося мира и информационной войны, которая ведется, мы все это знаем, часто перевирается в уроки истории. Мы это прекрасно видим, что исторические факты переписываются в угоду политических элит государств, которые не хотят видеть сильную Россию, сильную страну, именно нашу страну. Поэтому общение с молодежью это первостепенная задача сегодняшнего дня, и мы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы наши дети знали историю своей страны, гордились историей своей страны и смогли в будущем не только воплотить все наши достижения, а еще и приумножить их и увеличить в разы. Тогда мы будем иметь сильную страну и детей, которые будут в первую очередь воспитываться на силе духа русского народа. Наверное, очень важно, чтобы вот свойственная русскому народу духовность, она действительно и сохранялась, и приумножалась, потому что именно благодаря вот этой сверхсилии наверное удавалось пройти через такие лихие годины испытания и одерживать победы над неприятелем достаточно сильным и зачастую более сильным, чем даже сильно хорошо вооруженным. Действительно, в этом году наша страна отметит очень серьезную эпохальную дату 75 лет Великой Победы. Действительно, благодаря советскому воину мир избавился от вот этой коричневой чумы и это многие пытаются забыть или иначе интерпретировать. Мы видим попытки скажем переписать историю это действительно так, поэтому хотелось бы спросить Отец Киприан вот как вы видите сегодня возможность достучаться именно чтобы быть услышанным вот когда вы проводите диалог с различными аудиториями вы ощущаете вот эту взаимосвязь то есть обратная связь присутствует и наверное для того чтобы нести что-то в массы наверное вы правильно сказали нужно это пропустить через себя пережить и говорить от души и люди это чувствуют и этому они обязательно поверят потому что если излагать какими-то шаблонами казенными фразами доносить нужную информацию вряд ли это возымеет какой-то серьезный эффект а вот если рассказывать на живых примерах и то что ты сам пережил то о чем ты думал то что у тебя на душе то скорее всего это не может быть не услышанным ну да это так конечно потому что ты вот я на встрече больше стараюсь говорить вообще-то даже не о себе это так вот получалось здесь но я всегда привожу пример как раз других людей вот потому что они тоже для меня пример который я увидел в том же Афганистане который просто в жизни ну то что мои друзья сказали о ее воспитании это конечно действительно первостепенная важность вопрос знаете вот как наши святые цели воспитанные боголюбивые дети это наша счастливая старость а вот невоспитанные и небоголюбивые дети это наша скорбная старость вот поэтому очень важно чтобы действительно органы образования не боялись приглашать священников священник будет все равно говорить о нравственном он будет говорить о жизни а нравственность она все-таки если исходить из того что Бог сотворил человека она у нас сложна поэтому маленький ребенок если мама заплакала он заплачет он уже сострадает он сочувствует своей матери да ребенка спрашивают знаете у меня был интересный момент мой крестник ему было где-то годика полтора два не больше он еще не говорил даже и я так задал ему вопрос скажи пожалуйста где душа потом знаете он так раз потом так руку отвел и бах и положился дамыш когда душа болит вот душа она есть вот и она сотворена такой что она нуждается вот в честности выясненности в порядочности да в любви прежде всего если ты с этим приходишь к людям то ты получаешь соответствующий самое важное в жизни наверное все таки быть готовым к любым испытаниям и когда вы проходили эти испытания я думаю что вы еще не были достаточной степени воцерковленным человеком но тем не менее внутри вам что-то подсказывало что уныние это один из тяжких смертных грехов и нужно перебороть себя для того чтобы сделать следующий шаг а ведь переборов себя вы наверно обрели какую-то новую силу новое качество новое осознание ну это естественно вот вы знаете я спрашиваю ребятишек в школе особенно младших помладших скажите ребят вот трудности нам нужны или нет какой-нибудь какой-то всегда нужны а зачем вам трудности в легкую это жить это же проще нет лучше пройти через трудности крепче будешь вот они просто это изначально они даже не разум это это вот душа она понимает что она может укрепиться только тогда когда она преодолеет трудности я всегда говорю что ребята мальчишки никогда не делитесь со своими родителями особенно с матерями вашими проблемами учитесь преодолевать самостоятельно в лучшем случае советуйтесь с отцом но и с отцом не всегда отец совсем дружны да а вот к батюшкам он вам всегда подскажет и в нем это навсегда останется никто в этом не узнает вот делитесь этим но никогда делиться надо только радостью а трудности надо уметь учиться определять самостоятельно сильнее будешь отец отец кипряно как бы вы восприняли фразу давно скажем так вымыли которую все-таки мы приписываем знаем что из уст великого русского военачальника вышла это Лавр Георгиевич Корнилов сказал он следующее душа богу сердце женщине долг отечеству честь никому ну как ворот все правильно наверное вот именно это и стало заповедью российского офицерства потому что русское воинство всегда было носителем добрых традиций героических традиций отцов и дедов и только с верой действительно можно было преодолевать любые трудности ну а на вашем примере можно уверенно сказать что непреодолимых трудностей не бывает не бывает бог дает все по силам и никогда не надо сдаваться вот что самое главное а расскажите может быть немножечко из вот той части своей жизни которую мы относим к медным трубам когда вы уже там будучи высоким государственным чиновником депутатом бизнесменом что тогда ощущали как тогда жили ну если к медным трубам вы знаете первая медная труба была когда я учился в академии военно-воздушной и в общем в нашей академической газете вышла большая статья обо мне вот я помню когда мне принести показали я залубался мне было приятно вы знаете вы не зазнали страсть тщеславия до сих пор иногда когда меня хватит я тоже не вот непроизвольно раз рот дольше да как же трудно от этого тщеславия избавиться слава богу через разум это преодолеваешь вот просто понимаете после афганистана для меня тоже не имело значения ни должности ни карьера ни слава какая-то да оно было приятно а потом я просто с тех пор уже и не обращаю внимания то что там вам не пишут там хвалят или ругают вот как говорится знаете монах это тот человек он должен быть как труп хвалит его или ругает труп и все равно но это именно в смысле отношения реакции да реакции да если ты так сказать безразлично реагируешь на хвалебные речи да вот медные вот эти трубы до что ты вот достиг того ты и того ты не такой как все и относишься к любому совершенно человеку который в тюрьме сидит или он не знаю тоже там чего-то достиг одинаково совершенно просто как человеку то вот это хорошо я думаю что вот ну мне помог именно другим стать именно Афганистан потому что ни слава ни карьера ни деньги для меня уже не играли никакого значения поэтому я ничего не приобрел во власть я миллионером стал никогда был во власти это было потом и совсем по другим причинам вот тогда проходишь спокойно другие испытания вот я их и прошел ну я так иногда обрежаюсь ну в общем не испортился ни славой ни деньгами здесь ведь очень важно действительно пройдя вот ну разные скажем апостаси сохранить в себе данное когда-то родителями богом да наверное это очень важно очень хотелось бы попросить вас вот сказать пожелания нашей достаточно широкой аудитории среди которых и много молодежи и людей зрелого возраста различных конфессий ну как мы с вами уже сегодня говорили да добро совесть честь они не могут быть достоянием какой-то одной конфессии все веры они подразумевают чтобы люди несли добро и делали добро ну а нам самая близкая конечно православная вера я думаю это уж олицетворение действительно чего-то самого божественного на земле ну это вот мое тоже личное мнение может быть кто-то считает иначе но я бы хотел вас попросить вот адресовать свое обращение к нашей аудитории что бы вы посоветовали людям действительно разные жизни разные судьбы складывается у многих и головокружение от успеха которое может подтолкнуть на совсем неверный путь человека и уже на грани отчаяния кто-то стоит когда-то трудно начинают трудности испытывают люди и действительно много сегодня пробывающих в бедности что же главное к чему стремиться как правильно построить свое отношение к жизни чтобы найти и умиротворение и быть нужным и в то же время не впасть ни в какие крайности вы знаете я тремарочку по поводу всех религий и все религии ведут добро да то есть хотят добра вопрос в другом здесь важный не все одинаково понимают что есть добро вот и в разных религиях это бывает даже просто противоположные вещи вот просто я как говорится изучал разные религии потому что хотел понять разобраться и вот слава богу случилось так что 12 мусульман например они через наше общее общение пришли к вере нашей изменили приняли христианство вот ну вот что касается к чему стремиться и самое главное ну вот не просто добро есть еще выражение да благименамерен дорога вак вот а все-таки самое главное вот я просто произнесу слово божие да вот он какой-то заповедь дает перед тем как его распяли да иисуса христа заповедь даю новую вам любите друг друга потому знают что вы мои ученики что будете иметь любовь между собой он говорит служите друг другу любовью я пришел в мир не для того чтобы мне служили а для того чтобы послужить и отдать жизнь для спасения многих вот поэтому главное в жизни и заповедь какая в отношении людей он дает возлюбить ближнего как самого себя значит надо в первый счет научиться любить правильно самого себя и это должна быть не эгоистическая любовь да мне себе ради себя вот смотрите какой интересный момент вот я задаю такой вопрос ребятишкам молодежи что вам больше нравится вот дарить подарки или получать подарки и то и другое приятно но что больше вам нравится и знаете всегда один ответ какой вы как вы думаете наверное получать для многих приятнее а дарить наверное все-таки действительно это то что несет несравненную радость да вот именно все отвечают именно так что вот дарить это лес рук я задаю вопрос почему вы же там тратите время думаете ломаете голову как угодить ближнему да вот там ходите там ищите подарок тратите деньги вроде себе приобрели и взять и отдать и причем ты отдаешь потрудившись немало да и оказывается когда ты видишь что другой радует с улыбается да рад подарку а тебе еще больше радости отдавая приобретаешь да что посеет человек то и пожнет и более того вот это просто мой личный опыт и конечно не только мой личный я думаю и вы тоже это знаете вот посеешь добро тебе прилетит добра гораздо больше чем ты посеял так же как и зла если ты посеял зло прилетит и как говорится бумеранг вернется поэтому главное в жизни вот дарить друг другу подарки подарки а подарки они могут быть разными но это все равно проявление любви ну а мы сейчас уходим на рекламу оставайтесь с нами итак друзья мы снова в студии наша программа подходит к концу но перед уходом конечно же хотелось бы попросить нашего уважаемого гостя отец Киприан не можем вас отпустить без вашей песни ваша песня она же ваше наставление она же крик души давайте подарим ее нашей зрительской аудитории если можно я пару слов об этой песне вот когда я выгружал гроб своего отца и у меня невольно возник вопрос вот а я ради чего живу вот отец мой погиб вот с долей лучшего мусульмана брата он так написал в своем письме а я за что готов пожертвовать своей жизнью и вообще готов ли если да то ради чего и вот я пытался в Афганистане именно познать себя понять себя и найти для себя ответа ради чего я вообще живу и вот ради чего могу я рискнуть как говорится своей жизнью и слава богу я нашел этот ответ для себя который мне помог вот потом пройти все остальные испытания о которых мы сегодня говорили и не испортится я написал песню она заключительная песня в моем таком афганском цикле одиннадцатая песня последняя вот в которой я ставлю перед собой этот вопрос и отвечаю на него песня называется что же я сумел понять в роще плачут мухари в небе проблески зари ночь прошла мне не спится вспоминаются страницы жизни прожитой вдали сквозь годам не виден путь в нем всего есть по чуть-чуть горе грузь зимы ненастье боль потери вера в счастье то что было не вернуть может чтобы жизнь понять надо раз лишь повидать окровавленные книжки у убитого мальчишки не умевшие читать люди пули скалы смерть все смешалось круговер зло с добром в горах столкнулось жизнь моя перевернулась что-то хочет разглядеть что же я сумел понять как ответить что сказать да за счастье ребятишек пусть чужой страны детишек стоит жить и умирать пули 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 и 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 спасибо друзьям это была программа тема дня Оставайтесь с нами.